Так, перешел в контур. О-о-о! Я же говорил! О-о-о! Какой утащий! Болотки, болотки такие. Пошли от Дорошенко. Ой-ой-ой-ой! В опасности, в опасности, бразилец! Михаил Дорошенко! Слева от меня стоит Михаил Дорошенко. Поздравляю с возвращением. Очень крутая победа. Расскажи, какие эмоции? Да, эмоции поважительные. Рад, что поражение загрыл, самое главное. Все, в принципе, все четко. Расскажи, как решился просто... Ну, до этого мы с тобой как раз обсуждали тот момент, не под камеру, что тебе нужно там проходить полный тренировочный лагеря, чтобы показывать себя ярко. А сейчас ты вышел на замену за два дня, да, по-моему, или за три? Ну, да, за два дня. Я, в принципе, готовился. Ну, я всегда в форме себя держу. Сейчас с Игорем готовится, с Журков, с Аниматмуратов. Еще ребята с Новосибирска в Казахстане будут выступать. Мы как бы вместе тренировались, я им помогал. Ну, и ждал какого-то момента предложения. Потому что, в принципе, должен был быть, ну, наверное, состояться турнир в Казахстане у Иглса. Я дал согласие, но они, видать, его перенесли. Потому что Женя мне позвонил, менеджер сказал, типа, турнир перенесли. Ну, просто тренировался дальше. Меня немножко удивило в твоем сопернике, когда я увидел на взвешивании, я такого не видел огромного рича в России. У него прям очень длинные руки. Тебя не напугал как-то? Я, честно говоря, не обращал внимания на руки. Но потом посмотрел у тебя прямой эфир, что ты обратил внимание. Все, и я такой думаю, блин, да, руки высовывают. Ну, длинные, надо что-то делать. И мы вот с Иваном, получается, вчера и вот сегодня понарабатывали чуть через руку. Ну, и по корпусу. Что дальше сейчас для тебя? Мы тебя видели и в Иглах, ну, мы тебя видели в разных лигах с Иглс. Я знаю, у тебя был контракт, но сейчас у них не самые там лучшие дела, я понимаю, по турнирам. Сейчас пока свободный в плавне, да? Ну, у меня там еще два боя по контракту. В принципе, организация мне нравится, все нравится. При том, что они отпустили меня где-то драться. Если у них не будет турниров, можно также драться где-то на один бой выйти, подраться. Пока что, тренируемся, ждем. Каких-то предложений. Тренировался ты в этот раз только в Новосибии или ездил к Александру Павловичу? Нет, никуда не ездил. Я вот говорю, ждал, что уже конкретно анонс какого-то, что именно, ну, бой назначат. И я бы поехал в Омск, потому что я в основном в Омске готовлюсь. Мне там нравится. Там Александр, Саня Сарнавский, Андрей Корешков и много-много. Леха Шуркеев сейчас поправился. Ну, есть с кем поработать, поэтому как бы мне хватает. Самое главное, что они не травмируют. А где-то в межсезонье можно куда-то в другое место съездить, посмотреть. И как я понял, у тебя новые секунданты же были, да, в этот раз? Да, в этот раз я Ваню с собой взял. Ну, в принципе, я все слышал, все хорошо. Ну, будем пробовать, говорю, учиться на своих ошибках, скажем так. И что тогда дальше, если говорить про каких-то, может быть, имена, есть кто-то интересный, может быть, выгол ты можешь осветить, с кем тебе хотели дать бой? Я не помню, с Казахстана, парня Штемиров, по-моему, фамилия у него. Вот. И еще одного парня с Дагестана, я точно не помню его фамилию, с Хабиба командой, я так понял. Мишан, рад твоему возвращению. Спасибо большое. Да, друзья, вы подписывайтесь на Бульдозер, его инстаграм будет внизу экрана, подписывайтесь на инстаграм Вестника ММА и на наш телеграм, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрано самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова